Вот, кто-то сзади, дайте кому-нибудь. Уважаемый Саня Слава Николаевич, я очень вас прошу, уделить внимание территории вокруг 13-й школы. Так как улица Чкалова очень загружена, а тротуар еще за бетонным забором, пройти до школы невозможно. А учатся деточки с эволюционным, там эти коляшечники и шедофрения. И, кстати, еще на газоне представлены мусорные свалки, вот это школы, на плате пищеблока, это раз. А другая, как может учительница научить ученика не ходить, не топтать, не срывать цветы. Если тут валится все на газон, газон убитый, убирают трактор в Беларусь, и не приняты, все, но вообще сжигали там все. Еще раз, это где улица? Это 13-я школа. 13-я школа. Улица Комиссарова, Кресток, Чкалова-Комиссарова, очень загружена. Надежда Ивановна, она ответит, что там за руку? Еще бы, вот еще, пожалуйста, там устроены кабаки, вот это самое, следует за мной, такой метробол нарисованный, лучшие напитки, да? Они распрываются в этих школах, во дворе, с утра продаются лосьоны, потом в школьном парке, допливают, в школьном дворе, в нашем дворе. Наш сбор правильного, это сам, в школе. Начальник управления образования, дайте трубочку. И сколько можно просить у меня, вот смотрите, целая торба этих отказов. Вот партии, это... У нас может быть такое, что возле лечебного заведения находится... Есть, приедете, пожалуйста, и посмотрите, я вас очень очень прошу, я очень... Потому что там дети, уважать все таки надо, не все мы ходим в церковь, а три раза ходим, мы в школу, мы наши дети, наши внуки. И уважайте, пожалуйста, помогите. Вот, я вас очень прошу, извините, если что-то не так. К сожалению, там действительно выставили карты, нет... На улице Комиссарова контейнеры перенесены с контейнерной площадки, установлены напротив школы. Вопрос поднимался неоднократно. Возвращение контейнеров на место препятствуют жители тех домов, в которых были же эти контейнеры. И считается, что здесь нет жилья близко, а между школой и сквером установлены эти контейнеры. А по торговой точке? Торговые точки, они находятся через дорогу, то есть там не... Вне в зоне, да? Вне в зоне, они вне зоны. Управление торговли, муниципальный контроль, управление городского хозяйства. Я буду медленно говорить, для того, чтобы записал наш контрольный отдел. Изучите, пожалуйста, вопрос облагораживания, либо переноса контейнерной площадки, проверки торговой точки в допустимом расстоянии к учебному заведению, управлению образованием, доложить о размещении хлама или мусора какого-то на газонах. Срок давайте до 21 декабря. Ну, дальше. Следующий вопрос, прошу. Можно? Можно нет? Да, давайте. Я буду говорить за тем, что жители Арджиникидзе хотят затронуть проблему несанкционированных свалок. Дело в том, что жители обращались в природоохранную прокуратуру и в Мистерсопирод, о том, что устраивают свалки за пределом поселка Арджиникидзе, сжигают мусор, который вывозится. Кто? Я не знаю, кто вывозит, но жалоба была на муп Арджиникидзе. Муп Арджиникидзе вывозят это делать? Да, жалоба была на гид. Выезжали представители, написали письмо о том, что лица виновные в этом не установлены. Вот я вязать, и вот так все закончится. Свалка есть? Проложите об этой ситуации. Про всех мусор, которые у нас в городе не санкционируют в ручле Арджиникидзе. Вы же думаете, все прекрасно понимаете, что эти свалки делает кто-то из нас. То есть это не люди со стороны. Это те свалки, которые мы делаем здесь сами. Муп Арджиникидзе, что касается мупа, они возят все на полигон. Это мы проверяем регулярно. Вот, хотели ко всем присутствовать здесь, может, передадите все. Вот сейчас мы смотрим по городу. На свалки санкционированы. У нас регулярно выходят три машины в день. Люди, отношение потребительское. У себя в доме собирают мусор, выносят его на улицу и бросают. И вы считаете, что вы должны это все убирать? Мы уберем, чтобы было всем приятно. Ну и пожалуйста, если у вас есть улица, вы адресуетесь. Лучше, если у вас есть старший на улице, скажите, что вам в какой-то день мы бы подали машину. Вы бы собрали весь свой мусор, но бы разом вывезли. А мы делаем вот напрасно. Вы выносите его, выбрасываете, потом дальше мы вывозим его дальше. Транится деньги, в том числе и ваши деньги. Извините, пожалуйста, я пояснил. Или вы не изучали проблему, но есть лица, которые могут пояснить эти показания о том, кто именно вывозит этот мусор. Я могу дать телефон, связывайтесь. Буду очень хорошо, потому что... Давайте сейчас этот телефон сюда. Давайте разберемся. И мы будем разбираться. Вот я хотел дать вам сзади парень молодой. Парень молодой. Добрый день, Станислав Николаевич. Еще раз. В начале беседы вы сказали, что при первой встрече с Гальдаком вам давали такие советы, как лучше работать. У меня вопрос такой. А какие советы вы дадите нам, молодым, чтобы принимать участие в жизни города? В общем, какие у нас перспективы Геодосии? Хорошо, спасибо. Хороший вопрос. Молодец. Самое главное, что я хочу сказать, уважаемая молодежь, уважаемые жители Геодосии, муниципального округа Геодосии, присаживайтесь. Это то, что моя задача создать максимальные условия для работы и отдыха молодежи. Для работы и отдыха. Учебы, работы и отдыха. Наверное, самое главное, если смотреть на социальный средств жителей Геодосийского округа, то у нас население довольно-таки взрослое. Уже далеко за 40, молодежи нету, молодежь разъезжается, работы нету, учиться негде, отдыхать негде и все пытаются куда-то уехать. Так вот, хочу вам доложить, за 6 месяцев администрация города уже подписана на 1,6 миллиарда рублей инвестиций. Вот правильно сказал гость, уже житель нашей Геодосии из Красноярска, что развитие Геодосии в инвестиционном плане. На сегодняшний день администрация, не хочу забегать вперед, делается, вы даже не представляете, какими усилиями, какие усилия прикладываются на привлечение сюда к нам инвесторов. И те же пляжи, очень правильно сказал, очень правильно сказал мужчина, 15 километров пляжа не используется. Сейчас мы пытаемся отдать это для того, чтобы были рабочие места. А уважаемая молодежь, приходите, я вот серьезно говорю, любое молодежное движение, любые волонтеры я буду привлекать и помогать. Правильно сказал Батвей Васильевич, едем по улице, только убрали, мешки наставили, хорошо хоть мешки. Давайте как-то дворовыми комитетами, давайте как-то все вместе, давайте если кто-то бросает мусор, сфотографируйте, пришлите, я направлю в полицию. Действительно тяжело убирать, чисто не там же, где убирают, чисто там, где не ссорят. И я прошу молодежь выявлять таких людей наших нерадимых. Вот мы заплатили деньги бюджетные, ваши деньги заплатили, повесили гирлянды на деревьях. Какой-то негодяй, я извиняюсь, по-другому не могу назвать, этот бессовестный человек взял, срезал его, порезал, делит деревьев, обрезал, побросал на пол, растоптал. Вот скажите, ну это не кощунство. Ну мы же красоту в конце концов делаем. Мы собираем по копейкам эти деньги, хоть что-то, хоть каким-то образом, конкурсы, тендерайте, если проводим, для того, чтобы красиво было, чтобы можно привлекать его, чтобы наша молодежь отдыхала. Вот мы на сегодняшний день, в проектах на 2017 год, у нас в порядке всяческие работы уже ведутся по строительству спортивного комплекса, по торговому центру строительства, по открытым киноконцертным залам, по закрытым киноконцертным залам. Ну у нас же некуда пойти, молодежи. Чего здесь, что здесь будет делать молодежи? Что? Да ничего, ходить на улицу, я буквально вчера, позавчера, что он возвращался поздно домой, смотрю, сидит молодая парочка на лавочке возле Нового Света, стоит бутылочка сока, два пирожка и парень с девушкой стоит. Подхожу, они, здравствуйте, Станислав Николаевич, узнали меня, я говорю, здравствуй, что вы думаете, сейчас распивают водку, мало ли там, они не распивают, что Станислав Николаевич, нам идти некуда, куда нам идти вот с девушкой, куда? Везде холодильный, они сели, общаются, понятно, что им холодно, понятно, идти некуда. До каких пор это у нас будет? 20 лет, ну, уже, я не знаю, в Симферополе уже все поставлю, давайте мы поставим дорогой центр, давайте мы киноконцерт, давайте мы катки будем делать, чтобы вы не просто работали и пахали, а еще и отдыхали. Вот здесь еще не можно, или туда отдайте, вот мужчина, давайте. Дайте мне, дайте мне слово. Я, Андрючий, Петр, проживаю на Перуушино, я там живу уже 74-го года, у нас до сих пор нету там остановки, автобуса 5 и 6-й, вот как погода, павильона нету и людям деваться не было. Второй вопрос, у нас по Перуушино забита ливневка, мы в апреле месяце 5 человек собрались, пошли в МЖК, военность полков на Литинево, он нам пообещал голодные горы, а вот и Литинево. Значит, когда дождь пойдет, ливневка забита, и она, вода, дом, дом рядом, и вся уходит в дом, в подвал. И вот никто никак не может эти меры прийти. Там всего надо колодец вычистить, колодец вычистить, потому что там, когда металл взворовали, и люк забрали, и засыпали мусором, и вся, все работает. Матвей Васильевич, ставлю вам задачу прямую, ответьте, пожалуйста. На магазинам, на магазинам. По ливневкам, у нас начинается работа плановая, две бригады, две машины, с нового года будут вести работу. У нас получится новая техника, промоечные машины, работа будет вестись, поэтому... Всем автомобилей у нас будет плановая. И давай найдет. Я понимаю, дело в том, что мы на автобус не можем попасть, потому что там лопу страшно. Что касается остановки, транспортный отдел записался вопрос, мы просмотрим возможное. Вот, допустим, в этом году, уже в этом году, если вы заметили, у нас уже два раза выпал снег, применяем только реагенты. То есть песок не применяем, дабы ливневки не забивать, а потом их не чистить. Это мы уже в этом доме сейчас. Ну, если говорить о работе коммунальных служб, вы видите, действительно, у нас некоторые есть хорошие изменения. Я ездил по другим городам, не буду говорить по каким, вот буквально снегом забито. И понятно, у нас еще много работы, понятно, еще есть и горки, где-то междворовые пространства нужно очистить. Но, поверьте, у нас чуть лучше ситуация. Хотя, не знаю, вот давайте трубку, телефон. Станислав Николаевич, Станислав Николаевич, я представитель ближних Камышей. И звали на Марию Маликат. К вам добивалась четыре раза, но никак. Меня отманывает охрана. Сказали, будете принимать седьмого, я приехала. Вас нет, вы шестого принимаете. Теперь сказали, принимайте пятнадцатого, я приехала, вас нет. Зарочный вопрос. У нас на квартире дружба строится какое-то стройка. Теперь они, охрана, я вам писала бумажки там, им надо было делать кольцевой объезд. Они сделали от ажных бородов по высоковольтной линии, коровку, где мы ходили отдыхающие на море. Вот, подошла, я пошла на море и пришла с моря косая. Я была в ботинках, они были на лёгком. Короче говоря, одна нога укропла, другая укропла. Подошла уже до строителей, до прораба. Он меня послал на три буквы. Говорит, что тебе делать на море бабки ставят? Я говорю, мужика не ставят. Вот петуха. Так что, пожалуйста, прошу вас. Дом тридцатый, идёт стройка. Вот я уже, я вообще бежу в Галуанской области. Была передавая коляска по области. Но я там кое-что навела, порядок. Я просто хочу для отмечать. Много с Магаданом к нам приезжали. Много с Москвы, много с Киева. А дороги нет. Я в том году коляску поломала, про внуков катала, от водичка стала. А в этом году босса я пришла с моря. Пожалуйста. Запишите в проекте. Найдите этого хозяина, строителя, или закройте в тройку. Он, наверное, какой-то бортель в тройку. Хорошо, мы разберёмся. Вот дайте, сзади нам просят. Конечно же, в Черноковском массиве. Я вам скажу про всём крутом, что там рядом находится у нас полигон. Хранение тёрдых бутылых охотов, он является одним перспективным для развития. Он ближе к морю, он ближе к Абжанитильзе. И при всём поэтому очень красивые виды. Я думаю, что, что касается развития, 100% Чезноковский массив один из перспективных у нас в Феодосии. Если говорить о развитии детских площадок, у нас действительно существует программа развития детских площадок, а у вас, у вас именно на территории будет восстановлен и он включён в программу. И первое, что я могу сказать, нами уже закуплен трактор туда. Трактор уже туда закуплен, который будет правильно размещать твёрдые бутылые отходы и размещать плановерно для того, чтобы они не горели всё-таки. Потому что, вы же все понимаете, если неправильным образом распределить эти отходы, они сами с собой внутри горят. Самое главное, что я хочу сейчас вам объявить, что в 2017 год я хочу объявить годом экологии для нашего округа. Планирую, и уже отдел торговли занимается вопросом введения не пластика в нашем регионе, чтобы у нас не было Нового года летом, когда пакетики разлетаются. У нас пакеты будут бумажные, будем готовить сейчас программу, будем вводить бумажные пакеты. Весь мир уже работает на бумажных пакетах. Те пакеты, которые в пакетике у нас есть, мы будем, никуда мы их не денем, это есть конкурентность, есть понимание, кто-то что-то будет провозить в этих пакетах, но мы постараемся все торговые точки перевести на бумагу. Я думаю, что это будет правильно. И в том числе твёрдые бутылые отходы у нас уменьшатся и будет быстрее всё это перерабатывать. Давайте, ну не знаю, кого, давайте с той стороны уже не давал нам. Добрый день. Добрый день. Станислав Николаевич, такой вопрос. У нас в полунице 5-103, 5-этажный дом, во дворе нашего дома хотят строить ещё дом. Дело в том, что в нашем дворе даже детям играли. Муниципальный контроль записывает 5-103, разрешение на строительство доложить ему в течение недели. У нас уменьшали построить детскую площадку, но уже сколько лет бьёмся и никак не может быть. Матвейте, сколько у нас детских площадок в этом году уже? В этом году до конца года ещё не поставили. Это за 5-5 площадок, поставятся детских площадок. Это вот Челноке в том числе. Адреса мы выбирали, обижали все депутаты. Уже после первого года закончена. Может быть, там 1-2 ещё остались поставить. На следующий год будет тоже что-то планировать. Ну, нам обещали вот в конце декабря уже с день. Ну, если ваш адрес, просто я по адресам не все помню, к сожалению, да, если ваш адрес сам входил в список, наверное, да. А кто нам обещал, чтобы я понимал? Кто нам обещал? Никто. Он депутатом приходил. Значит, будет. Аккуратно, Матвей Василий, аккуратно. И такой ещё вопрос к теплокоммунальщикам, да? Пусть запишут, пожалуйста, трубы отопительные в нашем доме по Федько-103. Теплокоммунальщикам, запишите, пожалуйста, себе. Полые трубы. Мы не можем добиться, с кого оттреповать, чтобы утеплить трубы. Ну, как они уже докладывают в первой части нашей беседы, они для этой работы занимаются. Мне огромное большое спасибо. А жертв спихивают на ЖЭК? Не-не-не-не, кто спихивает на ЖЭК? Это где, Федько? Федько-103. Федько-103. Чья линия Федько-103? По памяти не помните? За мной. А у вас в доме, в подвале, либо уличные сети? Улич, ну, с задомом трубы. То есть, по семьям есть граница распределения баланса реализации. Если это вновь, с задомом УНРГ, они сделают. С задомом УНРГ, они не могут разобраться. Числи. Участливые, так называемые, бесходяные силы. Значит, вы по кому-нибудь УНРГ. Никаких вопросов, кем по-монтерам занимаетесь. Если нужны какие-то документы, вот смотрите, я публично заявляю об этом. Пожалуйста, возьмите на конкур. Хорошо? Все, я. Слава Николаевич, у меня есть действительный вопрос. Оплата за капремонт. Когда, вот, я хочу спросить, мы сейчас оплатим, мы сейчас платим уже, уже. Вот я лично 419 рублей за одинаково платила. Я спросила, поинтересовалась, что я плачу. Потому что вот он все это сильно платит. Мне там ответили, что там вы платите за ремонт, вот там, за ремонт дома. Я говорю, у нас ремонт дома, вот он с 85-го года стоит, ничего не делано. Только в 16-м году. Вы уже проводили, не услышала, я услышала. Мы проводили уже проведительную работу. Я просто как и всем, да, чтобы вы везли, я понимаю, чем вопрос. Матвей Васильевич, вы занимались этой работой. Вот всем, да. Я хочу сказать, что ремонт квартир мы сами делаем, а внешние стороны квартир тоже от утепления делаем сами. Трубы все меняем сами. И за что с нас берут, хочется сказать, хватит нас грабить. Сейчас в войне, значит, одно, не перешли платежки за капремонт какой-то, еще неизвестно, когда он будет. И вот это самое, мы даем деньги, вот эти, месяцы, это я одна, 490 рублей. А сколько потом у нас, 120? Объясню. По каждому дому, начиная с Нового года, ЖЭК, в каждом доме должны вы провести собрание и отчитаться по тем средствам, которые были засводаны, никуда не пошли. Вы на собрании собственника жилья эти вопросы можете задать. И ваша управляющая организация обязана предоставить все расходы, куда, чтобы было потрачено. Они обязаны вам это предоставить на собрании собственников жилья. Это собственники жилья нашим к нам. Вот телефончик я вам дал. По поводу заключения договоров по техническому обслуживанию, предусматривая... Представьтесь, пожалуйста. Главный инженер Федоросийского управления газового хозяйства, губеркартов на сети. Заключение договоров по техническому обслуживанию, предусмотрено в постановлении номер 410, является обязательным. В перечень работ входит следующий состав. То есть это проверка соответствия системы газоснабжения. И туда же касаемо частичный ремонт газового оборудования, связанный с разборкой. То есть если там предусматривается замена каких-то основных узлов, деталей, механизмов и так далее, то это уже работа дополнительная. Это уже делается заявочное техническое обслуживание. То есть вы приходите, пишите заявление, заключаете договор, и после этого будет выполнен ремонт. То, что касается обслуживания самой системы, прийти, посмотреть, проверить ее герметичность, работоспособность в соответствии с установкой газового оборудования, это выполняется с согласой заключенного договора. Мы будем менять их на хорошие деревья. Менять для того, чтобы и зелень, наш зеленый город и остался зеленым. Но при всем при этом мы должны понимать, что если ближе 5 метров будет расти дерево возле дома, то она подверт сундаментом. Она под этой трещиной пойдет не только у нас по дорогам, а еще и по дому пойдут трещины. Поэтому эта работа будет вестись. И я попрошу записать в Управлении городского хозяйства, обратить внимание на этот «пермудский треугольник», чтобы мы могли там тоже навести порядок. И если есть возможность, опять же, с депутатским корпусом провести работу на следующий год, если в этот год не вошла программа установки детских площадок, то куда установить детскую площадку? Пожалуйста. Станислав Михайлович, мы с вами однажды поверхностно так на коробке познакомимся. Вы даже высказали пожелание, что приходите, я вас предложил встретиться. Но хочу напомнить, что, к сожалению, вы получите. Я понимаю, вы очень заняты, вопросов много. Представляете, что вы не знаете. Абрамов Николаевич, член субтитры писателя России и Украины. И на дружбу писать в Москву. Дело не вверх. У меня есть мысли, которые я хотел бы сегодня присутствовать в зеркву. Во-первых, пожелания к властям. Не нужно давать обещания, где-то мы не выполним. Не нужно принимать решения, которые вы потом не выполните. Вы этим только подрываете авторитет власти. Пример вам, пожалуйста. Сессия городского совета приняла решение перенести вот этот уже известный всем надоевший объект в магазин на автостанции. И, наконец, было принято решение. Установлен 10-дневный срок. Все. Магазин стоит. Власти ничего не объясняли. Почему не выгодны свои решения? Второй вопрос. Второй вопрос. Из хорошего дела умудрились у нас в Георуси сделать какую-то огромную проблему. Почему-то сегодня никто этого не вспомнил. Городу присвоено звание. Высокое, почетное. Город поиск и слабо. И куда бы вы сейчас стелку не поставили, обратите внимание, я знаю, все равно всех вы не устроили, все не будут с этим согласны. Вы поделите город на какие-то секты, части и так далее. Почему нельзя сделать это умно, толково и просто? Привожу вам простой пример. Я многое верю. Вот буквально недавно был опять в Ростове, кстати, побывал также в нашем городе по-противе Азоли. Но опять это было любимого вас, хотя спасибо, они встретили нас прекрасно. Но в Ростове. Строится аэропорт. Уже построен. Через тем, что в Ростове будет проводиться матч чемпионата мира в 2018 году. Встал вопрос. Как этот аэропорт на спать? Разные пошли предположения. Три, вышли в финальную часть. Ну как решить вопрос? Обратились к людям, запустили анкетку, поговорили. Могу вам сообщить. Ростов-Новый, аэропорт Новый в Ростове будет теперь называться План. Это верховный казачий атаман. Очень известный. 80% проголосовали за это, высказали. Вся, в коллектив. Вопрос снят. Никаких проблем после этого. Нет и не возникло. Почему у нас так не делается? Что же? Вот как сейчас будет решаться? Как бы вы меня не утверждали, что общественные слушания могут что-то решить? Это узко ограниченная часть представителей нашей феодосии. Но раз 100 миллионов городов феодосии, то 8 тысяч. Неужели нельзя мнение собрать всех людей и сказать, дорогие? Ну вот большинство предложили поставить здесь. И власть подчиняется, и все тут им надо упокоиться. И все, да. Вы понимаете, вот такие проблемы. Ну еще один пример. Ну, набережная наша. Начали рекопать коллектор по зеленой стойке. Для того, чтобы сохранить вроде бы набережку. Почему потом вышли на половину? Я разговаривал с прорабом. Я ведь тоже это не с воздуха беру данные. Мне было интересно. Они тогда нам сказали так. Вот только старого коллектора и все. И они как хотят так и роют. В начале там выкопали половину уничтоженных зеленых насаждений. Средний сосны. Теперь все равно перешли на набережку. А у вас последний. Поэтому коллектору. Зачем давать информацию, что коллектор будет введен в стройку к концу года? Сегодня половина декабря. Вы можете сейчас сказать, что коллектор будет введен? Я уверен, что близко не будет введен. Потому что основная масса, там огромный объем работы. Поэтому такое пожелание и просьба, обещание и решение давать, чтобы они были понятны населению. Чтобы они легко выполнялись. И, к сожалению, вот даже эти слушания, что берется на контроль все, чтобы действительно то, что на контроль взять, чтобы об этом не забывали. И хотелось бы иногда встречаться и по другим вопросам. У нас есть культура, у нас есть какие-то общественные направления. К сожалению, сегодня эта тема тоже совершенно незаконна. И последнее, что я хотел сказать. Я 40 лет в Феодосии живу. 40 лет в этой зубой спорте. С горечи и сожалением, когда езжу по городам, начиная российские. Анапа, Новороссийскими, Курортные города. Феодосия сейчас выглядит, как никогда, в худшем. В смысле, в худшем. Согласен. За все последние спорты. Поэтому мы и командой собрались. Я отвечу на все ваши вопросы. Спасибо. Хорошие вопросы на самом деле. Вы, что заслуженные работники, не всегда, что вы переживаете за Феодосийский округ. По первому вопросу, касающемуся сноса магазина, который находится на состанции. На сегодняшний день у нас 81 объект обнаружен, который подлежит сносу. Нам не создана комиссия по сносу. 23 объекта уже находятся в судах. Потому как любой снос, это чья-то собственность, это в любом случае какой-то конфликт. И мы должны максимально справедливо подойти к этому вопросу. То, что со следующего года председатель комиссии по сносам находится здесь. Члены комиссии сносов тоже находятся здесь. В комиссии по сносам участвует и депутатский корпус. Поэтому те объекты, которые мешают, в первую очередь, угрожают жизни и здоровью граждан, в первую очередь. Вторую очередь, находятся на коллекторах, на других сетях. Третью очередь, мешают, скажем так, нарушают внешний облик, будут сноситься. Которые нарушают закон. Что касается второго вопроса, пастели. Пастели, к сожалению, я только полгода в этой должности. Поэтому город войской славы, Феодосий заслужил это звание. Я считаю, что название города войской славы выше, чем город-герой. Если город-герой назначается только за какое-то одно событие, промежуток определенного времени, то город войской славы, говорится, и все-таки они стали действительно героями по всей эпохе. То есть, что касается и в древнее время, и что касается уже касающихся 2006 года. По установке города войской славы, по установке города войской славы, проводятся депутатские слушания, проводятся общественные слушания, в которых администрация, как исполнительная власть, не принимает никакого отношения. Поэтому, какое будет принято решение, мы, как коммунальщики, как исполнители, будем выполнять. Вот и все. Прошу к следующему. Здравствуйте. Я дом номер 59-61 по улице Степаняна. Я администрацию приглашаю посетить наш город и увидеть, что мы живем, как после бабушки. Садик у меня уж не бывший. Плюс ко всему, дороги. Сняли асфальт около дома номер 63, который построен 12 лет позже, чем наши. А там, где самые выпалили, все осталось на месте. Плюс сзади, что магазин строила манчика. Затяжите, пожалуйста, я туда выеду в ближайшее время. Пора выехать. Хорошо, спасибо. И встретите с нами, пожалуйста. Я хочу поговорить о нашем парке. Он единственный у нас в Реодосе. И посмотрите, за время Украины и трех последних наших мэров, во что он превратился. Он погибает. Больше его самое лучшее дерево, саппора, другие, жасмин, японские деревья уже уничтожены. Надо что-то делать. А у нас в Реодосии уничтожили насаждение. И посмотрите, что у нас делается с пляжем. Ни к лапу, ни к лапу, ни на что не платят. Есть у нас в доме, я уже проживаю, улица Дружба, 30-я. Дальше, а потом у меня. И у нас не одна семья неблагополучная. Кто к кому обращаться и кто будет принимать меры с этими людьми? Хороший вопрос. Неплательщиков у нас в округе очень много. Из-за таких неплательщиков, которые называли, весь наш округ, к сожалению, находится в таком плачевном состоянии. Я их начну сейчас, по-другому, я начну сейчас их называть. Этих неплательщиков не по фамилии, а тех, которые живут рядом с вами, те, которые вы едите. Если у нас земельный участок, подчастный дом, а в нем стоит крестинеца, как можем платить налоги гражданинам? Как? Мы потом начинаем считать дальше. Трехэтажный дом, в котором отдыхающие. Я не против, поскольку они занимаются, это хорошо. Но, как возятся люди, которые вы едите в воду? Как честно, в море они текут? И пахнет потом у нас на набережной. Либо он вывозит и платит за это деньги. И потом я смогу датировать, платить за учебу кому-то. Возможно, жилье какое-то построить, возможно, уборку. Возможно, то же самое могу сделать, когда будут у меня свободные деньги. Я смогу где-то какую-то машину купить, уборочную. Посадить могу. Как он по-прочему правильно сказал, женщине, мне уже подавалось, нужно создавать дядя Северный Ход. Очень правильно. И мы это сделаем в следующем году. Сделаем. Поверьте мне, дядя Северный Ход, вы правильно сказали, я сам смотрел в интернете. Сами видите, ведь не в одном, даже, вы сами знаете, сколько фильмов здесь снималось. Сами видите, какая красота здесь, в нашем регионе. Это грех. Грех невоспользоваться такой красотой. И не сделайте, чтобы люди сюда заходили, чтобы радовались, чтобы оставляли монографии и память осталось. Такая сейчас память. Так вот, годами прошло время, годами, именно из-за таких неплательщиков город потихонечку умирал. Есть такие люди, есть такие люди, которые за 300 квадратов, за 600 квадратов платят 15 тысяч рублей. Есть такие люди, паразитируют на муниципальном обществе, на нас паразитируют. А вы зайдите в больницу, там руку, щели такие руку зайти, руку можно запихнуть. А у нас некуда, вот смотрите. Пять лет пишу, чтобы открыли маршрут, там и шли детская больница. Пожалуйста. Мы с вами общаемся часто, знаем друг друга, очень хорошо. Что касается маршрута, мы уже ответили. Что касается остановок, задавали вопрос. Я хочу обширить немножко, проектирую, у меня позиция следующая. Остановки, остановочные пункты, вот так я буду называть, должны быть в перспективе оборудования, табло, световое табло. Кроме этого, остановочный пункт должен быть защищен от ветра, он должен быть красив, на нем должен быть Wi-Fi и розетка для подзарядки телефона. И видеокамера. Это не подальше, ребята, это так нужно жить. И на каждом фляже, со следующего сезона, буду просить, ставить технические условия, чтобы на каждом фляже у нас была тоже видеокамера. Чтобы душевые кабины не были в 1970-го года покраски, и уже в 50 раз нам покрашены. Ключки железные, непонятно куда чего повесить там, потому что там, я извиняюсь. Поэтому все эти работы мы будем начинать вместе с вами в 2017-м году. Станислав Николаевич, еще один ваш последний вопрос. Вы знаете, вы давно об этом говорили. Нельзя ли открыть кружки для детей? Когда я приехал на коляске и сказал Станиславу Николаевичу, хотим поехать в Танцию, посоревноваться с европейцами, с немцами, с французами, увидел во мне не человека на коляске, а спортсмена. И говорю, поможем. Мы поехали. Станислав Николаевич измел в зале себя флаг феодосии. Мы с этим флагом феодосии заняли второе место в первом европейском чемпионате. Он был самый большой, самый большой. И большое спасибо я скажу за то, что впервые, наверное, в российской нашей истории впервые общественные организации получили поддержку в этом году. Большое спасибо. Мы надеемся, что это будет добрая традиция. И общественные организации будут не ходить по депутатам и по нашим предпринимателям с протянутой рукой, а чувствовать поддержку в том числе и городскую имена в направлении работы. Что мы думали, что это будет, что это будет денег за свет. И немножечко легте в эту каплю. Это бочка меда. Станислав Николаевич. В этом году была впервые по программе «Доступная следа» заложены средства на реконструкцию остановок для людей с инвалидностью и тактильную плитку и пляж. К сожалению, пляжей нет. Остановки есть. Остановки сделаны. Они не везде, но сделаны. По плану сделаны. И тактильные плитки для людей с осмотренным зрением я тоже еще не видел. Очень не хочется, чтобы вот эти вот средства, которые выделены на «Доступную среду», уходили куда-то на следующий год или просто уходили в бюджет дальше. Спасибо большое. Дядя Кривов, я вам лично, лично вам, уважаемому человеку, с большим сердцем обещаю, ни одна копейка, которая будет выделена на «Доступную среду», не будет спрятана, а будет показана всем людям, как она тратится, для чего тратится. Это не только мы говорим о плитке. Мы говорим о светофорах со звуком. Мы говорим о пантусах. Мы говорим о специальных каталках, которые должны находиться на пляже, на специальном участке пляжа для людей, для этих руководителей, для людей с ограниченными возможностями. А людей с ограниченными возможностями у нас многое. Это не обязательно те, которые признаками инвалидности. У нас взрослые люди, которые просто им тяжело зайти в воду, боятся подсорянуться. Должны быть поручки зайти в воду. Должна быть каталка, которая может сесть и заехать на эту воду соленую. Один из самых важных моментов, который у нас рассматривается в любом проекте, который я сейчас есть, а в любом инвестиции, а чем больше у нас будет инвестиций, тем больше рабочих мест, больше будет денег, заклады, ответить и дать всем ставить такой задачей. Обязательно участвовать в этот момент. Дай бог нам всех ходить на своих ногах, дай бог нам быть, слышать и видеть. Но если мы вернемся лицом к этим людям с большим сердцем, то можно национально-браздновение, которое будет у нас в России. Спасибо. Уважаемые зрители, осталось 3 минуты. Мы рассматриваем 2 вопроса. Все остальное вы можете обращаться к Александру Николаевичу через 15-й кабинет. Через социальные сети, кто помоложе, кто покреативнее. Пожалуйста, там реакция моментальная. Я потом, может, подойти мой номер в секунду. Значит, у нас есть 4 минуты. Первый вопрос – это, если есть представители госпомплекистов, пусть они там за настройку, мне одну группу к политику своей работы расскажут, потому что таких очередей, которые создают гранини, у кого нет в городе, в службах наших. Раньше, допустим, через РНКП раздавались эти колончики, и электронные очереди были. Сейчас их нет. Значит, второй вопрос – это, когда мы увидим реконструкцию все-таки нашей фаши Константина, потому что время идет, поход она изменить и будет поздно. И в сочинении такое небольшое, был задан вопрос по спортивным площадкам оборудования. Я знаю, что в Крыму работает целая программа государственная по оборудованию спецплощадками, по равным территориям. Ну, участвуют ли вы в этом городе, я слышала, вы там говорили, что были, действительно, на следующий год новые миссии. Кто этим занимался? И можно ли, ну, как бы, проходить воски, если вам такие дворы ходят, какие нет? И что, допустим, от нас нужно тогда? Хорошо, спасибо. Прекрасный вопрос. Уже, как и доход, вам, первый заместитель, в шесть, в семь, в семь площадок детских площадок уже распределено, где места, дворы, в которых они будут находиться. Попрошу отъявок взаимодействия со средствами массовой информации Виктория Витальевна, осветить это в средствах массовой информации, где, в каких дворах, и почему именно вы в этих дворах, потому как была создана комиссия, они со встречатом депутатского корпуса, и эти все вопросы там были выделены. А что касается бабашни Константина, действительно, если вы внимательно все граждане, внимательно отслеживаете аппаратные совещания, которые вы, наверное, заметили, что один из первых вопросов в моей работе было состояние памятников культурного наследия Феодосии. У нас таких вот памятников культурного наследия около 300, на нас все около 300, представляете, 300. Кроме этого, конкретно моим советникам разработана программа туристического маршрута вдоль этих памятников истории культуры. А что касается конкретно башни Константина, так вот как раз на аппаратном совещании мной была простая задача по обследованию этой башни, потому как, когда я первый раз к ней подошел в своей жизни, я просто бы ушел, она просто заросла деревья. И когда мы вскрыли, вернее, убрали эти деревья, оказалось, что там провалы. Вот я рассказываю всю историю, как оно было по-честному на самом деле. Когда посмотрели, там оказались провалы. После этого я объявил взыскание руководителю своего отдела культуры. А после объявил взыскание, мы начали работу по срочным работам, по противоречным работам этой башни. Спасибо депутатам, потому как администрация инициировала срочное выделение денежных средств. Рассмотрели этот вопрос на комиссии по чрезвычайной ситуации. И потом, что было, Дмитрий Михайлович? Докладывайте, как было дальше. Я уже ваше время и ваши лапы не заберу. Доржей Томбер Михайлович, советник главы по культуре и туристу. Значит, Сергей Валерьевич подписал распоряжение 28 октября по закупке льдиного поставщика проектирования и противоаварийных работ. Учитывая то, что противоаварийная работа, проектирование противоаварийных работ занимает порядка нескольких месяцев, а к работам нужно приступать немедленно, учитывая то, что башня является объектом федерального значения, включена в реестр Российской Федерации объектом федерального значения, прикасаться к этой башне не по противоаварийным дебатам и реставрационным работам без разрешения комитета по охране культурного наследия нельзя. Заказчиком противоаварийных работ и проектирования является комитет, республиканский комитет по охране культурного наследия. Учитывая то, что сейчас этот процесс затянулся, пошел переход через ноль уже вторую неделю, и мы понимаем, что ситуация близко к критической, глава обратился к правительству республики Крым для того, чтобы в чрезвычайном порядке нам выдали разрешение и мы смогли приступить к началу работы. Подрядчик есть, определено техническое решение найдено, надеюсь, что в ближайшее время такое разрешение будет получено, люди уже здесь на месте, материалы... техника на месте, материалы на месте. Мы готовы по первому сигналу комитета к этим работам приступить. То же касается, здесь вот была записка, вот, первой Ларисы Аполлоновой. Да, и вопрос по могиле Агвазовского. Та же самая ситуация, объект включен в реестр объекта федерального значения, реставраторы были, я лично с реставраторами каждую букву, каждую греченку там облазил, понятно, что там делать. Мы подняли проект, который заказывала Татьяна Викторовна еще при Украине, но на который ей не разрешили потратить деньги. Мы это проектное решение тоже применяем. В комитет документы поданы, вот только что мне звонил реставратор, видимо, хочет что-то доложить, после этого приема я с ним переговорю, но в ближайшее время мы сможем получить разрешение на начало работы. Здесь мы писали о представителе Армянской апостольской церкви, действительно, с владыкой из Раса. Договоренность следующая, администрация доводит документальное сопровождение всех мероприятий по могиле Ивана Константиновича Агвазовского до получения разрешения на начало работы, после этого финансирует Армянская апостольская церковь и приступает к противоаварийным переставлению Менгир. Что это за памятник, который поставили в нашем городе? Менгир, это... Менгир, я знаю прекрасно, это построище, город. Смотрите, значит... Нет, подождите. Жители города, многие были возмущены, даже если это Менгир, это языческое... Понимаете? А мы люди православные, есть мусульмане, это оскорбление людей всех. Взяли, поставили без... Вот поставить стелу мы обсуждаем, вами и Клинина мы обсуждаем. А у меня, извиняя, поставить в Менгир никто не обсуждал. Ну, я вам скажу, это вопрос. Менгир, либо не Менгир. Я документ... Документы есть у нас в Менгире? Не Менгире, это причальный стол. Это причальный стол. Скоро давно уже идут. Ну, на самом деле, споры... Вот сколько людей, столько и споров. Давайте, чтобы ломать... Поломать мы всегда сможем. Давайте разберемся сначала. Вот, поручаю я, Армен Михайлович, разберитесь эти Менгиры, продолжайте эту ситуацию, чтобы вы понимали, что это такое Менгир. Значит, Менгир. Память, либо не памяти. Вот мы сейчас можем обсуждать всю историю в Менгире, если есть какой-то память. Ну, пускай он спешит. Если он... Чего-то... Давайте, опять же, слушай. Я не против. Я не против. Это достойное место для него, вот, исторический музей. Вот, пожалуйста. Вот, если будет, согласен с вами. А здесь можно поставить другой палец. Я не знаю, но и может. Отлично. Обязательно. Откопим, пожалуйста. Спасибо огромное. Уже два часа. Спасибо, что пришли. Я благодарю вас, что вы меня поддерживаете. Спасибо за внимание. А я отмечу.